Приветствую всех! Изначально я хотел сделать видео, где я обосрал ФНАФ за безумное решение с продолжением основного сюжета. Потому что это полное говно. Но я сел и подумал, что несмотря на все проблемы с сюжетом, которые даряло настолько, что это просто... капец. И именно поэтому в этом видео мы с вами вспомним о положительных моментах этой великой вселенной. ФНАФ останется в сердцах многих фанатов, которые были довольны прошлыми играми. И благодаря ФНАФу, и людям, которые обратили внимание на эту игру в 2014 году, и благодаря людям, которые раскрыли Скоттл Коутуна как гения, ведь продолжать свою инди-франшизу это уж и просто. По сути, мы должны сказать спасибо Скотту, что он создал такую уникальную игру. И, конечно же, поблагодарить фанатов и теоретиков. Ведь именно они, по сути, и придумали лор ФНАФа. Ведь в первой части его не было. Скотт Коутон даже не особо рассчитывал на успех, учитывая его прошлые провалы. Поэтому мне кажется, что мы не должны злиться на Скотта за его стремление развивать лор ФНАФа. Ведь новая игра про мишку Фредди довольно прикольная. Но единственный минус этой игры, как раз таки, малое количество мишки Фредди и других роботов тоже. Возвращаясь к мысли о стремлении Скотта развивать сюжет, я могу ответить так. ФНАФ нашёл новую аудиторию и пытается удержать старую. И это круто, что новая игра и, в принципе, новые игры развивают геймплей, персонажей и, конечно же, сюжет. Который подаётся гораздо лучше. Потому что раньше надо было понять вот эту пасхалку, а потом вот эту, а потом вот эту, а потом послушать трек с Заревым Толмстом. Короче, теперь всё стало проще и понятней. Но у меня на этом всё. Так, это ещё не всё, бро. Ну и, как говорится, спасибо за детство. Но у меня на этом всё. Я рад, что ФНАФ не забыли и он нашёл новую аудиторию. И Скотт пытается развивать ФНАФ как-никак. Любой эксперимент лучше топтания на месте. Но я с вами ещё не прощаюсь. Мы ещё обязательно увидимся.